Лариса Назарова. Новогодний полет. Жмурясь от света, отражаемого щедро укрывшим накануне землю снегом, Гриша шел покупать почти что настоящий пассажирский самолет. Мальчик хотел самолет давно, просил его у мамы в подарок. Но не на прошлый Новый год, не даже на день рождения, мама не смогла купить ему такую дорогую игрушку. Тогда Гриша решил копить деньги. Если мама спрашивала на рынке, какой пломбир он будет, ванильный или смородиновый, мальчик опускал глаза и отвечал, что выберет мороженое, когда купит авиалайнер, и предлагал отложить выделенные на десерт деньги. Гриша представлял, как окроет дверь в кабину молочного цвета, точно такого, как холодные ванильные шарики, и заведет мотор. А мама сядет в смородиновый салон и, улыбнувшись, откинется в мягком кресле. Уважаемые пассажиры, пилот Гриша Яковлев приветствует вас на борту самолета. С названием Гриша пока не определился. Сначала он думал назвать самолет Як-11 по своей фамилии и году рождения, но узнал, что Як-11 уже существует, и что это истребитель. Потом придумал название стрела. Ну и оно подвело. Слишком напоминало Петербургский экспресс. Наши рейсы выполняются по маршруту на море. Желаю вам приятного полета. Отдыхать на море было давней мечтой Гришиной мамы. Мальчик знал, что она хочет поплавать и загореть, поэтому соорудил пляж. Еще весной на крышке, подаренной маме на работе коробки конфет, он нарисовал гуашью сине-зеленые волны. Летом принес песок, промыл, просушил, высыпал на картонку, воткнул в нее в спашки зонтики пляжные грибки и расстелил под ними мягкие маленькие тряпочки. Оставалось только поставить под всю эту лампу, словно под яркое южное солнце, купить надежный самолет и отвезти маму. Гриша копил, копил деньги и вот накопил. Ровнехонько на самолет. И уже следующим удивительно солнечным утром мальчик отправился в магазин игрушек. Все вокруг казалось сказочным, нависающий над самым тротуаром заснеженные ветви березы, проносящиеся между домами стайки голубей с широко распахнутыми крыльями, пахнувшей свежестью морозным воздухом и особенно ослепительное сияние солнца, приодевшего все вокруг в праздничные искрящиеся наряды. Гриша знал, на обратном пути, посреди этой красоты, издавая звук ревущих турбин, мигая разноцветными лампочками, будет лететь белосиреневый авиалайнер. У самого магазина Гриша обратил внимание на старушку, стоявшую на тротуаре около входа. На большой картонной коробке, исполняющей роль стола, перед ней были разложены, вырезанные из бумаги снежинки, шестигранные, как сказала бы мама правильные. Они были закругленными или круглообразными лучами и вырезанные звездой в центре, другие со множеством завитков на каждой из граней и дыркой в виде четырехлистного клевера посередине. А некоторые напоминали остроконечные елочки, резные листья и фигурки животных. Я тоже умею делать снежинки, подумал Гриша. Если бы я раньше сообразил, что их можно продавать, не пришлось бы почти год копить на лайнер. Это если одну снежинку продать за... Здравствуйте, произнес мальчик. Подскажите, пожалуйста, сколько стоят ваши снежинки? Здравствуй, ответила старушка. Сколько дашь, столько и хорошо. Как это? Почему так? Удивился мальчик. Я делаю снежинки, чтобы собрать деньги на еду для бездомных щенков. На время сильных холодов я взяла их к себе. Поэтому, какую бы сумму ты ни дал, все равно поможешь. Гриша вгляделся в добрые глаза старушки. Для щенков, подумал он, чтобы не замерзли, чтобы выжили. Он представил себе кругломордых веслоуховых бульдожек с грустными глазами. Бульдожки? Нет, это же породистые собаки. Перед мысленным взором мальчика забегали радостно, виляя пушистыми хвостиками дворняжки-малыши. Они неуклюже вставали на задние лапки, чтобы перед ним упереться в его колени и поскорее получить кусочек хлеба. Гриша достал все деньги и протянул к старушке. Вот, возьмите, сказал он. Это для ваших щенков. О-о-о, удивила старушка. Как много! У меня и снежинок столько нет. Не надо снежинок, ответил Гриша. Я их и сам умею делать. И пошел в обратном направлении. Спасибо, крикнула ему вслед старушка. Ты очень добрый мальчик. По пути домой Гриша дышал полной грудью. Ему казалось, что там у него в груди поселилось счастье. Самолет все равно игрушечный, думал он. А щенки живые. Придя домой, мальчик сел обедать. Он представлял, что в это же самое время в квартире старушки с десяток маленьких собачек, плотно окружив глубокую миску, уплетает угощение за обе щеки. И вдруг он видел за окном падающие бумажные снежинки. Гриша подбежал и принул к стеклу. Сотни бумажных снежинок летели прямо с неба, переворачиваясь и окружаясь в воздухе. Что за чудо! Наскоро надев ботинки, натянув шапку и накинув куртку, мальчик выскочил из подъезда. Перед ним стояла та самая старушка. За твое доброе сердце, Гриша, прими от меня подарок, сказала она. В руках старушки была коробка с прозрачной крышкой, свозь которую Гриша разглядел авиалайнер. Точь в точь такой, о котором он мечтал. Мальчик взял подарок и стал его разглядывать. А когда поднял голову, то старушки уже не было. Вечером, вернувшийся с работы, маме Гриша объявил, что приготовил для нее сюрприз. Он вынес самолет и немного протяжно произнес. Уважаемые пассажиры рейса, мы отправляемся на море. Пилот Гриша Яковлев приветствует вас на борту авиалайнера Як-11. Ваш самолет ожидает вас у входа в комнату. Желаю вам приятного полета. Лампочки на крыльях и хвосте самолета замигали, турбины заревели и машина взбойла в воздух. Сначала она летала над зеленым коричневую полоску ковром, аккуратными посадками на полях. Потом завернула за огромную гору книжного шкафа, сделала несколько кругов, чтобы сбросить лишнее топливо и приземлилась около стола. Гриша выдвинул ящик со сделанным своими руками пляжем, наклонил над ним настольную лампу и с гордостью заявил, перед вами лучший пляж мира. Добро пожаловать! Вы на море! Ничего себе! Ахнула мама! Настоящий курорт! Я сразу в воду пойду! Засмеялась она, а потом добавила, кстати, Гриша, мне сегодня дали премию, и мы поедем на все каникулы к морю. Конец. Продолжение следует... Продолжение следует...